МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 декабря 2012 года. Судный день. Апокалипсис. Конец света. Какие только пророчества не сходятся на этой дате. Люди опасаются голода, мировой войны, падения метеорита, землетрясений. Что произойдет на самом деле? Как подготовиться к катастрофам? Чем цивилизация способна ответить на опасность? Кто оставляет людям тайные знаки? Видите, все изображение занимает всю эту поляну, то есть оно огромного размера. И как их расшифровать? А вот жрецы майя, они-то знали о настоящем конце света. Что происходит с климатом на планете? Это некая погодная аномалия. И кто в этом виноват? В основном человечество выбрасывает две категории всяких веществ. Что выпадает на Землю в виде осадков? Сказать, что это за порошок, мы не можем. И к чему это может привести? Нас сами ожидают ужас разрушаемых городов. Почему стала отступать вечная мерзлота? Разрушаются шоссе, разваливаются аэропорты, трескаются здания. И что это значит в масштабах планеты? Европа на 40, на 60 процентов будет затопать. Оправдана ли тревога, охватившая человечество накануне 21 декабря 2012 года? Кто выйдет победителем в главной битве за будущее? Календарь древних индейцев майя. Именно из-за него возникли опасения за будущее человечества. Летоисчисление этого календаря обрывается 21 декабря 2012 года. Эта вот проблема, она точно так же создала особый драматизм вокруг темы майя. А что писали майя? То есть то, что там календарные даты, на самом деле это даже в 19 веке было понятно. А вот что стоит за датами? Этого никто не знал. 21 декабря закончится так называемый цикл эры пятого солнца. Что это означает? Почему у календаря майя нет продолжения? И вот тут всплывают тайны страшных пирамидов. А вот жрецы майя, они-то знали о настоящем конце света. Неужели древние астрологи предрекали закат эры человечества? Знали ли они, что станет с нашей планетой? Какие знаки зашифрованы в их посланиях? Ноябрь 2012 года. Венеция. Здесь объявлено чрезвычайное положение. Уровень воды поднялся более чем на полтора метра. Больше половины городских улиц оказались под водой. Это некая погодная аномалия. В магистрале направления есть. Это потепление. Якутия. Ученые фиксируют небывалое таяние вечной мерзлоты. Сваи вмонтированы, вбиты в вечную мерзлоту. Она тает. Прочность конструкций ослабевает. Проваливаются дороги, разрушаются шоссе, разваливаются аэропорты, трескаются здания. По прогнозам экспертов, в ближайшие 25 лет зоны вечной мерзлоты в России могут уменьшиться на 18%. На планете, конечно, теплеет. Это очевидно. Это просто показывают данные метеорологических станций по всему миру. Арктика. В 2012 году площадь морского льда здесь достигла своего минимума за всю историю наблюдений. Безвозвратно растаял лед, равный по территории США и Мексики, вместе взятыми. Тают полярные шапки, плавающие в Северном Ледовитом океане. То, что в Антарктиде, то, что тают тоже ледники на материке. Средняя температура поверхности суши и океана всей Земли в сентябре 2012 года составила почти 16 градусов по Цельсию, что на 1 градус выше средней температуры за весь 20-й век. Если температура повысится более чем на 2, то минусы перевесят плюсы. Если на Земле станет на 3 градуса теплее, Европа на 40-60% будет затоплена. Буря будет страшной. В чем причина повышения температуры на Земле? Как остановить глобальное потепление? Чем обернется для нашей планеты таяние ледников? Плюс еще рост уровня мирового океана, который начнет существенно влиять на островные государства. Какие-то из них могут просто исчезнуть полностью. Произойдет нарушение экономической системы. Ну, допустим, исчезнет такая вещь, как судоходство. А мировая экономика основана на обмене посредством морского транспорта. Такой может стать Земля в результате глобального потепления. Под воду уйдет почти вся Европа. Треть Африки. И Юго-Восточная Азия. Планета в этом случае изменится до неузнаваемости. Глобальное потепление вступит в необратимую стадию. И результирующее повышение температуры на нашей планете может превысить 100 градусов. Вот это и называется парниковой катастрофой. Большинство ученых сходится во мнении, что главной причиной глобального потепления является деятельность человека. В результате того, что мы выделяем в атмосферу углекислый газ, когда ездим на машинах, когда работают электростанции, когда вырубаем леса, и из-за этого меняется баланс температуры. В основном человечество выбрасывает две категории веществ. Это смельчайшие частицы твердых и жидких веществ, которые попадают в воздух, и парниковые газы. Концентрация этих выбросов приводит к катастрофическим последствиям. В таком ландшафте существует 15 тысяч жителей города Карабаш, Челябинской области. С начала 19 века здесь выплавляют медь. Все это время отходы производства отравляют окружающую среду. Особенно в сторону Сталинки, там вообще смог стоить. Общий вес выбросов за последние 90 лет здесь составил более 14 миллионов тонн. Постоянно в МЧС звоним, что дышать невозможно, дышать невозможно. Ночью выбросы вообще, они в 10 раз больше. На машинах создается концентрат вот этот, да, и краска, реакция происходит с краской, ты ее не вымыли. По всему миру разбросаны сотни подобных городов. Большинство населения живет в городских территориях. Фактически вопрос здоровья населения, это вопрос вообще состояния городских территорий. Вот этот вот антропогенный выброс СО2, он ведет к усилению парникового эффекта, и весь процесс ведет к потеплению. Газы, которые выбрасывают промышленные предприятия, приводят и к истощению озонового слоя Земли. Образуются озоновые дыры. Через озоновые дыры вместе с солнечными лучами на Землю попадает и радиация. Очень серьезная озоновая дыра, серьезная в том смысле, что она в своей периферии захватила и в Восточноевропейскую равнину, и Москву. Практически каждый житель нашей планеты вносит свой вклад в формирование парникового эффекта. Так, к примеру, обычный легковой автомобиль выбрасывает за год почти 2 тонны углекислого газа. А средняя по размеру ТЭЦ – до 7 тысяч тонн. Многие ученые считают глобальное потепление причиной погодных аномалий, к которым человечество уже стало привыкать. Весна 2012 года. В Австралии фиксируют уникальное явление – огненный торнадо. Там же, на побережье, встает гигантский смерч, высотой в 2 километра. В Благовещенске, небывалый в этих местах торнадо расшевыривает машины и калечит людей. Это первый раз такой. Говорят трансформаторы. Первый раз и все будет. Ураганы проносятся там, где их раньше никогда не было. Они перестали поддаваться прогнозированию. Точно предсказать место, где образуется смерч, и где он исчезнет – это задача просто непосильная. Сентябрь 2012-го. Село Головинцы Гомельской области опустошает смерч. Гудел такой ветер, вообще жуткий был ветер. И гудел страшно. И треск, такой везде треск, треск, шумы вообще. Летело все подряд. Если бы, не дай богу, эту минуту был на улице, убило бы это точно. Ураган продлился не больше минуты. Но успел разрушить 70 домов. И дома они все, и мне не было ни одной, ни грызу ничего. Все было отчетно, это сделано. Унесло, и балки все поносило. О, человеку негде жить. Пять детей. 2012-й год стал рекордным по числу ураганов. Поднятие температуры в каком-то слое действительно может создать условие, что вихри разрастаются до торнадо. Глобальное потепление напрямую влияет на погоду. Нарушает привычный климатический баланс. Возможно ли остановить изменение климата? Мы не можем остановить врага. Мы не можем предотвратить землетрясение. Мы не можем заткнуть вулкан, понимаете, извергающийся. Точно так же мы не сможем остановить проникновую катастрофу, если она начнется. Измене климата, они как со знаком плюс, то есть плюс температуры, я имею в виду волны жары, так и похолодание. Мы имеем увеличение экстрем. Значит, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Климатические качели. Зима 2011-го. В Подмосковье распускаются почки. В то же время в Крыму замерзает Черное море. 2012-й год. После длительных плюсовых температур 29 ноября на московский регион внезапно обрушивается снежная буря. В Твери за два дня выпадает месячная норма осадков. На дорогах коллапс. Два часа дня. Автомобили встают в почти 200-километровые пробки. Местные власти беспомощны перед стихией. Продовольствие, медикаменты, товары повседневной необходимости не попадают на прилавки магазинов в срок. Пробка рассосалась на следующий день, когда наступило потепление. Если брать статистику последних лет 15, то почти все новые годы мы уже встречаем без снега. Можно ли искусственно влиять на погоду? Корректировать скачки температуры и управлять осадками? У нас есть метод, это разрушение конвективных облаков. Вот при разрушении конвективных облаков ливневые осадки уже не выпадают. В Центральной аэрологической обсерватории в городе Долгопрудный научились управлять облаками и молниями. Большая аэрозорная камера ЦАУ создаем облачные среды облаков и туманов. Внутри камеры образуется небольшое облако. Сейчас в него добавят специальный реагент жидкий азот. И вскоре туман исчезает. Туман создается с помощью вот этого парогенератора. Пар попадает в объем камеры, он там конденсируется. Современная наука уже умеет разгонять тучи. Но как это влияет на климат в целом? Какие последствия влечет за собой вмешательство человека в природу? Связаны ли климатические изменения с влиянием человека на погоду? К чему может привести глобальное потепление? Погубит ли оно нашу цивилизацию? Кто выживет в результате повышения температуры на Земле? Никто на нашей планете выжить не сможет. Даже миллиардеры, которые построят супербункеры где-нибудь в глубине гор, рано или поздно эти бункеры нагреются до этих вот нескольких сотен градусов, которые будут итоговый результат потепления на нашей планете. и все равно погибнут. Кто оставляет на Земле тайные знаки? Видите, все изображение занимает всю эту поляну, то есть она огромного размера. И какие подсказки несут в себе послания древних? Вообще по календарю, по образу майя это день исцеления. Грозит ли человечеству уничтожение? Прямое попадание ракеты и машина превратилась в горящий факел. И ждет ли планету третья мировая война? Это прежде всего означает ядерное столкновение. Могли ли майя, когда создавали свой календарь, предположить, к чему человечество приведет Землю? Какой конец света предсказывали древние индейцы? Что нас ждет 21 декабря 2012 года? День, который придется на 21 декабря 2012 года, это день синей кристаллической руки. Вообще по календарю, по образу майя это день исцеления. Но что значит исцеление? Планета оздоровится? Или мир рухнет, чтобы возродиться заново? Правильно ли люди толкают значение древнего календаря? Почему такое внимание уделяют именно предсказанию майя? Какие знаки оставили нам другие древние народы? Осень 2012 года. Челябинская область. Внимание журналистов и ученых приковано к любопытному открытию. Видите, все изображение занимает всю эту поляну, то есть она огромного размера. Только поднявшись на большую высоту можно разглядеть гигантский контур. 275 метров в длину. Судя по возрасту кладки, фигуру составили люди, населявшие эту местность 5000 лет назад. Но кому адресовано это послание? С точки зрения рационального смысла вещь бессмысленная. Или все-таки в этом есть смысл? Ведь похожие фигуры находят и в других местах планеты. К примеру, птица в пустыне Наска, белая лошадь в английском Оксфордшире. Помимо изображений животных, исследователи натыкаются на спирали треугольники и квадраты. Какую информацию нам хотели передать их создатели? Какие-то знаки, какие-то предупреждения, какую-то информацию мы не можем рассчитать, прочитать. Мы ее не можем. Марина Попович не раз видела загадочные символы. Ей, как летчику-испытателю первого класса и полковнику ВВС, древние объекты показались знакомыми. При под большой температуре так ровненько плиты уложены. Красивыми такими разводами одна центральная полоса, широкая, по которой можно взлетать хоть сейчас. Человечеству еще предстоит расшифровать тайну посланий древних цивилизаций. Но сами попытки понять их смысл заставляют цивилизацию внимательнее относиться ко всему, что происходит на планете сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно нажатие кнопки и сотни ракет разносят в пыль города и целые государства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля содрогается от взрывов. ЗАСТАВКА Гибнут сотни миллионов людей. ЗАСТАВКА Возможно, именно такое будущее ожидает планету в случае глобальной войны. Третьей мировой войны. Третья мировая война, это прежде всего означает ядерное столкновение. Насколько реально ядерная угроза? Какие события могут привести к использованию оружия массового уничтожения? Откуда сегодня исходят опасности? Ноябрь 2012-го. Между Израилем и Палестиной разгорается очередной вооруженный конфликт. Палестинцы обстреливают израильскую территорию ракетными косами. Израиль отвечает авиаударами и артобстрелами. Вон они! Вон они! Соня! 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 Вон наверху! Вон наверху! Вот здесь находилась легковая машина. Прямое попадание ракеты и машина превратилась в горящий факел. Мгновенно сгорела. В этом регионе к войне давно привыкли. Вернее свыклись как с неизбежным злом. Этот квартал в городе Бершева обстреляли прошлым вечером. По счастливой случайности ракеты не попали в жилые дома. Вот школа буквально в 150 метрах от нас целых. Спортзал в этой школе и прямо в крышу попал град. Нового обострения арабо-израильского конфликта эксперты опасаются особо. Сегодня Иран открыто поддерживает действия палестинских властей. США не скрывают своей симпатии к Израилю. Все это может обернуться большой войной. Вероятность такой войны существует. Но может возникнуть ядерный конфликт и между Израилем и Ираном. последние годы весь мир пристально следит за тем, как в Иране ведутся работы по обогащению урана. По мнению некоторых экспертов, Тегеран разрабатывает ядерное оружие. Если страна захочет создать атомную бомбу, имея ресурсы страны, как Иран, такого масштаба, то она сделает. Нет в этом никаких секретов великих. Это уже не вопрос технологии, это не вопрос атомной энергетики, это вопрос политической ситуации. Что именно разрабатывают ученые Ирана? Станет ли Тегеран вступаться за Палестином? Чем арабо-израильский конфликт обернется для остального мира? Израильтяне, похоже, готовы к любому развитию событий. Сегодня сирена меня застала на улице. Люди, которые в это время находятся на улице, они ищут, куда спрятаться. Это может быть стена какая-то бетонная. Если нет никакого убежища, обычно люди должны лечь и прикрыть голову руками. Елена Соболь приехала в Израиль 20 лет назад. Сегодня даже ее собака знает, что делать в случае обстрела. В первые дни войны собаку убила крупная дрожь. Сейчас собака собирает всех жителей дома в убежище. Она ходит за всеми и заставляет спуститься в убежище. Конфликт Израиля и Палестины тянется уже не первые десятых лет. Но сегодня каждый новый его виток рассматривается через призму других событий, происходящих в этом регионе. 5 декабря 2012 года. Очередная вспышка насилия в Египте. Оппозиция грозится развернуть гражданскую войну против действующей власти. Декабрь 2012 количество жертв войны в Сирии достигает 40 тысяч человек. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Палестина. Вот оно как бежит. И ситуация эта меняется на протяжении месяцев, если вообще не недель. Жертвами гражданской войны в Ливии стали около 50 тысяч человек. Мы наблюдаем, что творится с Северной Африкой, то, что творится сейчас в Сирии, то, что творится сейчас в Ливане, и какие идут приготовления к войне с Ираном. Я считаю, что война на пороге. Кризисы подобного качества, будем говорить, они всегда разрешались с помощью глобальных войн. То есть они никогда не проходили без глобальных войн. Это может быть одна война, это может быть цепь конфликтов, переходящих друг к другу, но в принципе это такой большой катаклизм. Может ли в ближайшее время начаться серьезный мировой конфликт? какие страны будут в него втянуты? Сценарий это может быть разный этой войны. Сценарий это прежде всего начинается с провокаций. Вы помните провокации против Польши, провокации против Франции, когда начиналась Вторая мировая война. Провокации против других стран. Но эти провокации они налицо сейчас. Август 1945 редкие кадры. Обычный будний день города Хиросима. Эти люди еще не подозревают, что через несколько часов жизнь большинства из них оборвется. Хиросима и Нагасаки они не представляли военной ценности для Соединенных Штатов. И целью выбора именно этих городов это было достижение наибольших разрушений. Люди, которые ближе всех находились к эпицентру взрыва, погибли мгновенно. Световое излучение испепелив человека оставляло на разваленных лишь его силуэт. Если в Хиросиме там оцениваются жертвы сразу после применения бомбы от где-то 90 до 160 тысяч сразу погибло жителей в Нагасаки от 60 до 80 тысяч сразу умерло. Весь мир фактически был в шоке от результатов бомбардировок двух японских городов, от тех жертв, которые там были в этих городах. Так закончилась американская военная кампания против Японии. Мы видим, что ядерное оружие за всю историю его существования применялось один раз, когда американцы обладали монополией на ядерное оружие. Как только Советский Союз испытал ядерные бомбы и поставил их на ракеты, даже сначала поставил примитивно на нашу космическую ракету, но это уже был некий баланс цели. Сегодня об обладании ядерным оружием официально заявляют восемь стран. Самые большие арсеналы у России и США. У России же объявлено было, какое количество ядерных запасов есть, три с половиной тысячи. США по этому показателю безоговорочный лидер. Американцы себе в этом деле не отказывали. Есть где-то двойное превосходство минер. Некоторые страны, обладающие ядерным оружием, находятся в конфронтации. Так Пакистан и Индия будто всегда готовы к последней схватке. У этих стран на двоих по примерным оценкам не менее 300 единиц ядерных зарядов. При этом в Индии проживает более одного миллиарда человек. Чтобы устроить ядерную зиму достаточно 150 ядерных ударов среднего потенциала. Допустим, полмегатонн. Оружие массового поражения есть и у Северной Кореи. Страны, которая до сих пор находится в состоянии войны с соседями с юга. Северокорейцы провели два ядерных испытания в 2006 и 2009 годах. Насколько они были успешны, существуют разные мнения, но в целом консенсус состоит в том, что, видимо, северокорейцы создали ядерное взрывное устройство. Что же может произойти на Земле в случае использования одной из этих стран своих ядерных арсеналов? Кто-нибудь из безответственных радикалов получит его в руки, вот это мало не покажется. Исключать самые неожиданные и самые печальные возможности я бы не стал. Попытка применить локальное ядерное оружие конечно приведет к взрыву просто цивилизации. Это начнется война всех со всеми. Кто может начать войну первым? И что может послужить спусковым крючком ядерного конфликта? Достаточно бросить одну мегатонную бомбу в Северное море и смоет половина Франции, Бельгии, Голландии, до Марселя одной волной. Готово ли человечество к такому развитию событий? Кто сможет выжить в результате такой бомбардировки? Минус 22 этаж. 65 метров вниз под землю. Секретный военный объект. Запасной командный пункт связи. Он способен выдержать попадание ядерной боеголовки. Если вдруг, не дай бог, произойдет ядерный взрыв, наш бункер останется цел, только если современную бомбу не положат прямо сверху. Если же на вход в наш бункер положить ту бомбу, которая в свое время взорвалась в Хиросиме, бункер останется цел и невредим, потому что именно на это он и рассчитан. Подземный бункер с двумя километрами тоннелей сдали под ключ в разгар Холодной войны в 1956 году. Толщина стен бункера состоит из 5 и 7 метров бетона. Снаружи, точнее внутренняя ее часть, обшита листами стали. Объект был так хорошо засекречен, что проработал в центре Москвы в двух шагах от метро Таганская три десятка лет. И оставался абсолютно незамеченным. Бункер сделан весь целиком из деталей, применяемых в метрополитене, инженерами метрополитена. В наследство от советской эпохи во всех крупных городах России остались целые системы подземных тоннелей и бункеров. В них и сегодня найдут укрытие сотни тысяч людей. Но чем люди будут там питаться? Сколько времени они смогут прожить под землей? Каждый человек, для того, чтобы он мог выжить, должен иметь запас питьевой воды, в первую очередь, запас необходимых продуктов, это простейшие консервы, оружие, ну, хотя бы нож. как не довести человечество до края? Как сделать нашу планету безопасной? Когда на земле наступит первое безмятежное утро? что выпадает в городах в виде осадков? Я вышла, смотрю цветы все, все машины, все тротуары, все белым-белым, как снег выпал. Кто создал очаги массового поражения? По сути, является биохимическим реактором. Долго ли осталось жить природе? Большая часть видов погибло. И какое будущее ожидает цивилизация? Человечество, осознав свою конечность, также должно принять некие меры общечеловеческой гигиены. Население планеты перевалило за 7 миллиардов. Растет промышленность. развивается энергетика, транспорт и связь. Человечеству нужно все больше ресурсов. А вот так выглядит изнанка прогресса. Земля выжжена, водоемы пересохли, воздух отравлен, растения и животные погибли. Традиционные ядерные аварии, химические взрывы на промышленных предприятиях и отравленные окружающиеся. Не слишком ли высокая плата за прогресс? Апрель 2012-го. Москвичи видят странную картину. Зеленые облака. Вот такое зеленое небо в Баткаре. А потом с неба идет цветной дождь. На машинах и крышах домов остаются зеленые разводы. 16 августа 2012-го года. Омск. Жители города с изумлением наблюдают странные осадки. Я вышла, смотрю цветы все, все машины, все тротуары, все белым-бело, как снег выпал. Странная смесь не имеет запаха. Кристаллы напоминают стиральный порошок. В городе назревает паника. Люди выходят в небоумении. Чего вообще происходит? Ядовитый какой-нибудь хорошим не посыпет нас. Первая версия это залаз местной ТЭЦ-4. Но вскоре появляется опровержение. Оказалось, что нет. это не зала. Сейчас пока сказать, кто это сделал и что это за порошок, мы не можем. После экспертизы выяснится, что это мелкокристаллический алюмосиликат. Используется для очистки от вредных примесей сложных химических веществ. вся эта дрянь-то остается на алюмосиликате и выброшен на алюмосиликат не сам по себе плохо, а что он нес, вот что несли эти плоды. От тяжелых металлов до любой органики. Июль 2012-го. Грузия. На ночной дороге под Тбилиси люди теряют сознание, сделав лишь один глоток воздуха. Никакой надежды пока нет. Организм борется, но как перенесет, не знаем. Только на следующее утро выяснится, здесь произошла крупная утечка хлора. В нашу клинику поступил 31 пострадавший. Среди них состояние одного критическое. Что касается остальных, то мы оказываем им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние их удовлетворительное. Челябинск. Рано утром в первый день учебного года город стремительно накрывает густой рыжий дым. Он валит из состава, нагруженного химикатами. пары летучей ядовитой жидкости окутывают несколько кварталов. Паника началась. Начали быстренько собираться и уезжать из города. Я так думала, что это там дом горит. Вообще ничего не видно было там. Теперь разнеслось все здесь вокруг. Дышать невозможно. Слезы. От едкого смрада людям становится трудно дышать. в отделение острых отравлений местных больниц поступают пациенты с симптомами раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Больные включают слезотечение, признаки раздражения слизистых глаз, конъюнктивит, светобоязнь. Бром. Именно такой химический груз перевозил вагон. Бром. Это красновато-бурая такая жидкость. В таблице Менделеева бром находится в группе галогенов. В общем-то все они не подарок. Он является очень сильным ядом, но довольно высокий класс опасности. Из-за утечки миллионный город оказался на грани экологической катастрофы. Взрыв американской буровой платформы в Мексиканском заливе. За несколько месяцев пятно нефти превратило в зону смерти регион площадью 75 тысяч квадратных километров. В океан вылилось 760 миллионов литров нефти. Эта катастрофа могла произойти только в наши дни. Почему? Потому что это такая технология, которая не существовала. Сверху глубокая скважина, совершенно небывалый объем работы. И вот первый раз в истории человечества и случилось. С такими темпами загрязнения среды человечество может сделать планету непригодной для проживания. Можно ли остановить этот маховик аварий, выбросов, взрывов? Какой угрозе подвергают себя сами люди? Выброс миллионы разных веществ в окружающую среду. И мы не можем сейчас просчитать отдаленное действие всех этих веществ. помимо техногенных выбросов люди загрязняют планету обычным мусором. Ежегодно на земле выбрасываются сотни миллионов тонн неперерабатываемых бытовых отходов. Только в Московской области свалками занято более 830 гектаров. В пять раз больше площади государства Монако. по сути является биохимическим реактором. Происходит медленное тление. Перегнивая и вступая в различные химические реакции свалка вырабатывает огромное количество ядовитых веществ. Этот запах не перепутаешь ни с чем. Разлагаясь бытовые отходы выделяют метан. Горящий мусор выбрасывает в воздух углекислый газ. До свалки остается буквально 500 метров, но запах уже можем почувствовать на вкус. Территория города Долгопрудный. Полигон бытовых отходов здесь занимает почти 10 гектаров. Там находится и полиэтиленовая упаковка, которая вроде бы нейтральная, но когда горит гора, она тоже горит, выделяет те же самые диоксины. И все это растворяется в воде и идет в грунтовую воду. И это все оказывается в Москве реке. Соединение хлора и сероводорода могут провоцировать онкологические заболевания. Окислы тяжелых металлов способны отражаться на работе сердца. А влияние многих отходов современных производств на человека абсолютно не изучено. Мы создаем четкие предпосылки к неопределенной изменчивости человечества как вида во всех последующих поколениях. Вполне возможно, что мы как раз и погибнем от того, что мутации в трех-четырех поколений мешат нас возможности воспроизводить здоровое живое потомство. Супруги Гущины озабочены здоровьем своих детей. потому избежали из шумного и загрязненного мегаполиса в село Троицкое, что в километре от подмосковного Клина. Переехали сюда, когда здесь не было еще ничего. Ни дома, ни колодца, ни света. В июне 2009-го они просто приехали присмотреть участок и остались здесь жить. продав только что отремонтированную квартиру. Самая первая наша постройка, которая нам сейчас дает воду. На колодце также можно увидеть солнечную батарею. Это наш свет. У нас кроме этой солнечной батареи источников энергоснабжения больше нет. Теперь Дима, Надя и двое их малышей научились сами обеспечивать себе и тепло, и еду. Гущины решили для себя проблемы чистой воды и свежего воздуха. Но от главных угроз, которые несет прогресс, они все равно не защищены. Пожалуй, самую серьезную опасность для человечества несет утечка радиоактивных веществ. Крупнейший в истории выброс произошел в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В тушении огня и ликвидации последствий аварии участвовало около полумиллиона человек. До сегодняшнего дня по разным оценкам не дожило около 100 тысяч из них. Они создают повышенный риск развития ряда онкологических заболеваний. Причем этот риск может реализоваться через 5, 7, 10, 15, 20 лет от момента облучения. Город Припять и все населенные пункты в 30-километровой зоне отчуждения стали непригодны для жизни. Они заброшены до сих пор. Облака радиоактивных веществ из реактора разнесло по всей Европе. Пятна радиоактивной будет в Скандинавии обнаружен. Не только в Тульшкой области, не только в Калужской области, не только в Московской области. До сих пор, спустя 25 лет, овощи, выращенные в окрестностях Чернобыля, излучают радиацию. Впоследствии этой катастрофы Земля будет ощущать еще многие десятилетия. Жуткие следы воздействия человека на природу можно найти в самых разных уголках нашей планеты. Оральское море. Высыхающий водоем. Вода ушла на 100 километров от прежней береговой линии. Вот так выглядело море в 1976 году. Так в 1997. А это сегодняшний вид орала из космоса. Еще несколько лет и море не станет. Биологические системы моря, биологические сообщества моря, число видов, биомасса этих видов, которые существовали в Орале до начала высыхания, все это уменьшилось на порядке величины. Большая часть видов погибло. Аральское море стало жертвой бесконтрольного забора воды для полива сельскохозяйственных земель в Средней Азии. Громадное ирригационное строительство развернуло здесь годы сталинских пятилет. Приходится иметь дело с повышенной концентрацией пыли и соли в воздухе. Эта ситуация, думаю, совершенно неблагополучная и перспектив здесь улучшения нет. Человечество будто проверяет планету на прочность. Последствия экспериментов с природой могут оказаться опаснее любых других угроз, которые и так страшат людей. здравый человек старается жить таким образом, чтобы продлить свое существование. Он понимает, что он не вечен, но он избегает опасной пищи, вредных привычек. Человечество, осознав свою конечность, также должно принять некие меры общечеловеческой гигиены. Получается, что наиболее вероятную угрозу для Земли несет само человечества. Сами люди создают опасность уничтожения жизни на планете, гибели всей нашей цивилизации. Таким образом, человечество само способно и предотвратить наступление конца света. Избежать использования ядерного оружия. Естественно, не будут применять ядерное оружие в войне. Это безумие. Ядерное оружие, так же, как и в глобальном ситуации, в региональном являются рефактором сдерживания. Защититься от столкновения с астероидом. То есть сейчас заблаговременно мы можем относительно малыми затратами изменить орбиту и через вот эти самые ожидаемые 20 с лишним лет до столкновения орбита изменится настолько, что он пролетит мимо Земли. Побороть новые эпидемии. За десятилетия объем знаний в биологии изменяется на порядок. Он становится не соизмеримым с тем, который был раньше. Мы выходим просто на новый уровень. Научиться прогнозировать приближение ураганов и цунами. Человечество накопило достаточно знаний и опыта и для того, чтобы разгадать тайну древнего племени Майя. Вот смотрите, вот это вот календарь. Вот он календарь наш, который мы все знаем. Вот я беру месяц февраля и отрываю его. Это что? Заканчивается Вселенная? Таинственный календарь Майя это календарь подобный любому из наших. Просто рассчитан он не на год, а на несколько тысячелетий. Заканчивается один день, встает солнце и прибавляется следующий день. Никто восходы солнца не отменял. Наступление 21 декабря 2012 года будет означать только одно. Завершение старого цикла. А значит на следующее утро календарь начнет отсчет с начала. И наступит новый день. День, который возможно заставит каждого человека немного задуматься о планете, на которой он живет. отец в Субтитры создавал DimaTorzok